Виктор Владимирович, пришло большое количество вопросов от наших слушателей, связанных с йододефицитом. Вопрос формулируется таким образом. Можно ли подобрать продукты питания, которые помогут побороть йододефицит? Потому что знают, что при формировании йододефицита развиваются нарушения щитовидной железы. Вот такая взаимосвязь, вот такой вопрос. Какие бы вы порекомендовали, например, для этого продукты? Или же здесь еще вообще какой-то другой подход рассмотрения этого вопроса? И в этом видео я вам расскажу о двух продуктах, которые максимально восполняют дефицит йода в организме. Которые смело и безопасно можно рекомендовать при любых диетах, без всякого ограничения. Расскажу, с чем это связано. А более подробную информацию, откуда берется йододефицит, вы можете получить из нашего вебинара, который пройдет совсем скоро. Ссылка регистрации находится под этим видео и в прикрепленном комментарии. Регистрируйтесь и обязательно приходите. Милости просим. Я бы поставил этот вопрос по-другому. Я как раз бы поставил вопрос этот с той точки зрения, что неправильное поведение щитовидной железы обуславливает в организме йододефицит. Я бы лично так поставил. Почему? Потому что это очень легко определяется по трем состояниям в нашем течение светового дня. Если вы испытываете слабость после первого приема пищи от 8 до 10 часов, это связано со слабостью состояния желчных кислот, желчных солей, которые отражаются на поведении пищеварительного, первого пищеварительного акта. То есть, неполноценное питание, отсутствие аппетита, или нежелание есть, или навязанное нежелание есть, или этой, так называемой, социальной диеты, отсроченной диеты, пресловутая, мерзко-пакостная, извините меня за высокопарность мою, интуитивная диета. Все это отражается на состоянии щитовидной железы, которая потом формирует недостаток йода в организме. Ровно так же, как неправильное использование рационального питания, времени обеда, когда вместо полноценного обеда есть какие-то перекусы, дежурные перекусы, которые опять же формируют недостаток йода в организме. А потом уже, будем говорить, вечерние часы, также в этом диапазоне. А потом уже, вот этот дефицит йода, который первичен сам по себе, он и формирует недостаточность со стороны морфологии, недостаточность со стороны железистых клеток, непосредственно ткани самой щитовидной железы, которые формируют огромное количество проблем. Огромное количество проблем, и это связано с состоянием кожи, это связано с состоянием волос, это связано с состоянием ногтей, это связано с состоянием качества выделения мочи из стула. Я как раз таки подчеркиваю, качество выделения мочи из стула. А если относиться к нашей самой любимой потомственной специальности, Татьяна Юрьевна, как медицина, помните нашего с вами любимого деда, который говорил, что кушать и какать надо с одинаковым удовольствием. А потом уже вот эти самые моменты потуживания вторичные, затрудненное выделение из толстого кишечника, они уже формируют те самые проблемы, которые, так сказать, сами по себе и являются признаками дефектуры. И в этом плане я хотел бы обратиться, пользуясь случаем, и к коллегам, и к зрителям, и к слушателям той части, что нам сама природа указывает каждый раз, подсказывает каждый раз на те условия внешние и внутренние, которые приводят к йододефициту. Очень важно понимать климатические, ландшафтные особенности. Обратите внимание, в каких регионах максимальный йододефицит? В странах субтропических, в странах с постоянной влажностью. Но там, в этих странах, живут деревья, извините за мой французский, эбеновые деревья, к которым относится, в первую очередь, хорма. Так вот, хорма сама по себе является той самой, как говорила наша великая, моя говорила великая теща, является той самой фруктой, которая замечательно восполняет йододефицит в организме. Йододефицит в организме. Но она даже, скорее, не восполняет йододефицит, а она формирует ту устойчивую химическую платформу, при которой йододефицит не формируется. То есть, это вот устойчивая плата химическая, в которой максимально вкраплена молекула йода. Ну, замечательные фрукты наши, которые вот у нас тут на юге растут, это замечательный фрихуа. Но в этом смысле всегда нужно понимать, опять же, вот смотрите, система. Какая? Система, она связана с тем, что есть внешние проблемы. Это избыток солнца. Вот многие едут на юг за солнцем, выхватывают здесь огромное количество солнца, потом возвращаются к себе в условии резко-континентального климата с так называемым солнечным или пускурортным хвостом. Это сопровождается огромной площадью воспаления со стороны кожи. И вот хроническое воспаление, в первую очередь, такого органа, как кожа, оно вызывает огромное количество дефектуры с точки зрения тех самых состояний, которые и формируют йододефицит. Начинает страдать щитовидная железа. Огромное количество проблем после курортных, так называемых, солнечных забегов, как раз таки выпадает на зимнее время. И, кстати, и в этом смысле надо всегда прислушиваться к тому, что нам диктуют традиции, что нам диктуют наши, рассказывали наши, чему нас учат наши или учили наши великие учителя. О том, что обращайте внимание на природу. Обращайте внимание, какое лето, какая зима, какая зима, какая весна, какие продукты заготавливались и так далее, и так далее. Это вот опять вот эта система, которая все время формирует некие образы и некие состояния нашего с вами выживания, а не огульная вот эта вот, будем говорить глобализация, не огульная нутрицификация всего мира. Когда нутрициологи, так сказать, себе прилепившие погоны и звания, начинают нас учить тому, что надо есть, что надо не есть, абсолютно при этом не понимая системы закономерности химических соединений. А здесь очень важно понимать о том, что, что формирует состояние усталости. Вот одним из главных признаков является дневная усталость, утренняя усталость, дневная усталость, вечерняя усталость. Это вот как раз таки связано с тем, как ведут себя вот эти связи, как ведут себя наши нейроны, которые формируют наше настроение, как ведут себя наши, будем говорить, химические элементы, которые находятся в мозгу, и те реакции, которые они формируют, те желания, которые они формируют, гастрономические, поведенческие. И как это находит отражение на состоянии внутренних органов. Если у вас слабая детоксикация печени, если у вас постоянно высокий уровень липидного профиля, если у вас высокие цифры АСТ, АЛТ, если у вас липопротеиды низкой плотности, крайне высокие, то как себя будут вести элементы, которые отражаются на состоянии крови, на состоянии движущей системы крови. При слову трендотерииты, вот мы сейчас не успели выйти из одной волны ковида, нас ожидает другая, так называемая, болезнь Хо, если вам угодно, как ее сейчас обозначили, или Х-болезнь, которая не просто по своей глубине будет гораздо страшнее и вязче в организме, она будет в буквальном смысле разрушать внутреннюю поверхность нашей соединительной ткани сосудов. А как раз таки йод, марганец, хобальт, они принимают самое активное участие в формировании вот этой вот плотности, выстилания наших внутренних сосудов. А если плохо у нас работает левое сердце, если у нас плохо работает дуга орты, как у нас будет работать правая-левая сонная артерия? Как у нас будет вести себя артерия, которая питает щитовидную железу? Будет работать никак. Будет работать никак. Естественно, компенсаторить мы будем чей? Чем? Вот этим вот, так называемым, синдромом жирафа. А синдром жирафа, чем он характерен? Протиранием глаз, натиранием глаз, прислушиванием, принюхиванием, выдвижениями вот этими всеми нашими. Обращайте внимание на вот эти все механистические движения. Не надо ждать там, так сказать, милости от УЗИ исследования. Найдут у вас УЗИ лог, найдут у вас гипоэхогенность или не найдут. За много-долго до того, как УЗИ эти все вещи обнаруживают, вы даже вот по этим признакам косвенным можете понять, что у вас формируются непорядки в щитовидной железе. Начинаете делать вот такие вот движения, вот такие, или система у вас появляется, вы ее сами не чувствуете, а со стороны вам могут сказать, а что ты там шеей начинаешь дергать, что ты глаза трешь в уши меры, или что-то у тебя там в ушах секрет, или сухой, или слишком влажный. Все это отражается на зоне перехода. Зона перехода у нас щитовидная железа. И поэтому, так сказать, с молодых ногтей, на что нужно обращать внимание? Мамочкам надо обращать внимание на поведение третьего триместра своей беременности. Обязательно, во-первых, 2,5-3 года по естественному скармливанию. Потом на то, так сказать, в каком поле, глистном или инвазионном, так сказать, по острицам, по аскоридам находится ваш ребенок. И как дальше у него развивается половая система. И далее по списку. А за всеми этими моментами следит щитовидная железа. И если формируется в том или ином смысле ее дефектура, то вот, пожалуйста, это прямой путь для того, чтобы вы могли эти вещи компенсаторить. У нас для этого все есть. У нас с нашей коллегой, с моей коллегой, с моей женой, с супругой замечательным, профессором Картанко Татьяной Владимировной, все для этого есть. Наша программа. Вот она под ссылочкой под этим видео. Больше об этой нашей новой программе, посвященной щитовидной железе, вы сможете узнать на нашем эфире. Ссылка регистрации находится в описании под этим видео, в закрепленном комментарии. Регистрируйтесь, приходите, обязательно задавайте вопросы. Будем с вами проходить тестирование, выполнять упражнения, улучшать состояние щитовидной железы и общего обмена веществ. По результатам тестов и упражнений будем мы отвечать на ваши вопросы, комментировать изменения вашего состояния, полученных вами реакций в результате выполнения упражнений. Узнаете много нового о йода-дефиците, о возможностях восполнения его и, конечно, получите рецепт блюда, полезного для щитовидной железы. Приходите на нашу встречу в эфире. Милости просим, будьте здоровы и берегите себя! Субтитры сделал DimaTorzok